29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Он призван напомнить о болезнях главного мотора организма и о том, насколько важно заботиться о его здоровье. Наша съемочная группа побывала в сосудистом центре. О тех, кто спасает жизни в Люберцах, расскажет Анна Троян. Здравствуйте, мужчины. Как самочувствие? Хорошо. Забота и беспокойство о каждом своем пациенте кажется у него в крови. Михаила Гинсбурга в профессию привела сама судьба. Его отец тоже был кардиологом. В Люберцском сосудистом центре заслуженный врач России работает с самого его открытия. Занимается клинической диагностикой и лечением людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нашем отделении, которое мы руководим, и те сотрудники, которые работают со мной, мы пытаемся максимально иметь добрые, взаимоуважающие отношения между врачом и пациентом. Сам же сосудистый центр в Люберцах работает более двух с половиной лет. Ежегодно его врачам удается спасать тысячи пациентов с острыми сердечными патологиями, а также тех, у кого нарушено мозговое кровообращение. Благодаря современному медицинскому оборудованию в учреждении проводятся высокотехнологичные операции. Здесь же пациенты диагностируются, наблюдаются и лечатся. Александр Бабченко попал в учреждение с ишемической болезнью сердца. На пятый день пребывания чувствует себя хорошо. Поставили два стента, которые облегчили мое состояние, которые были забиты сосудами, так называемыми бляшками. Большое спасибо всем специалистам, начиная от санитарок, сестер, врачей, которые на каждую просьбу реагируют, помогают. Эффективное лечение, проводимое в сосудистом центре, помогло снизить уровень смертности среди кардиобольных больше, чем вдвое. Сегодня Люберецкий округ входит в десятку лучших муниципальных образований Подмосковья по этому показателю. Кроме того, время пребывания в больнице удалось снизить с месяца до 8-12 дней. Врач не должен замыкаться только практической работой. И у него должно быть какое-то дополнительное хобби именно в медицине. И он должен частично заниматься научными какими-то разработками. В частности, наше отделение этим занимается. Мы имеем патенты на изобретение, занимаемся научными работой. И в результате этого происходит слияние практики и науки. И я думаю, что это помогает нашим больным. Сердце – это главный орган нашего организма. Неподвижный образ жизни. Злоупотребление вредными привычками, несоблюдение диеты приводит к его износу. Медики рекомендуют ежегодно проходить диспансеризацию. За несколько лет эта программа доказала свою эффективность. Ведь всем известно, что проще предотвратить, чем исправить последствия.